Всем привет! Уточки вот умостились уже спать, вон кучка. Вот одна кучка, и вон там сидит вторая возле поилки. Но сейчас видео не об этом. Я, ну как вы помните, сегодня среда, я вчера снимал видео, как я пустил ночку к Степану, и он её покрыл, я вчера забыл какое число. Вспоминал, вспоминал так во время видео и не вспомнил. Но мне подписчики под видео писали, что было 17, но я и после видео посмотрел, что было 17 число, и в общем вот записал. Я забыл, что 17 число, поэтому я забыл, что у моего племянника был день рождения. Я то знаю, что оно 17 сентября, но то, что вчера было 17, я забыл, поэтому не поздравил. Я его поздравил вечером в соцсетях, он живёт не в нашей стране, как всегда я отвлекаюсь. Ну в общем, Павлу с днём рождения, хоть ему и 25 лет уже, но для меня он племянник, я его помню маленьким, поэтому Павлик, поздравляю тебя с днём рождения, желаю всего самого хорошего. Как вы помните, я и вчера говорил, и когда продал кроликов, что буду покрывать крольчих, пытаться их покрыть всех, ну то есть вместе. Так как я их всех покрываю с одним самцом, со Стёпой, то ему накладно покрыть сразу такое большое количество самок, у меня их 8. А мне нравится, когда крольчата рождаются в одно время. В общем, мне нравится, когда просто крольчата рождаются, поэтому вчера, 17 числа, я покрыл ночку, проверил, кто из них в охоте сегодня, и вот сегодня с утра была в охоте звёздочка, и сегодня с утра благополучно Стёпой её тоже покрыл. То есть вот я записал 18.09. Ребята, чтобы запомнить, спрашивали, сколько длится сукрольность, как проверить охоту у крольчихи, и сколько длится охота, и как часто она повторяется. В общем, вот сейчас я хотел бы на это ответить, но перед тем, как я буду на это отвечать, давайте мы сейчас жужу пустим к Стёпе. Она в охоте, ну такая слабенькая у неё охота. Я думаю, что Стёпа за один день с двумя самками должен справиться. Ну посмотрим, как она будет себя вести у него. Потому что хоть она и в охоте, она может... Ну то есть может и на самом деле только начать. Начаться у неё охота, поэтому может и не погулять. Ну проверим. Ой, не открыл. Сейчас. Вот так. На, Стёп. В общем, и пока Стёпа работает с жужей, мы с вами поговорим про вот эти интересующиеся вопросы по поводу охоты сукрольности и акролах. Вот прям был такой вопрос, как долго длится охота у крольчих. Охота у крольчих длится от 26 до 48 часов. То есть примерно двое суток. Сутки двое. А промежутки между охотами в зависимости от сезона. То есть самый правильный, ровный цикл по промежутками между охотами это в осенне-весенний период. То есть осенью-весной. Когда температура не холодная и не жаркая. То есть самая хорошая такая температура воздуха, что кроликам не жарко и не холодно. То есть цикл между охотами примерно 7-10 дней. То есть 7-10. Не 70, а 7-10. И вот с такой периодичностью происходят охоты. То есть проходит 7 дней, крольчиха опять приходит в охоту. Охота длится сутки-двое и потом 7 дней опять промежуток. Поэтому в таком же вот порядке, то есть если вы поймали, что у вас крольчиха в охоте, вы ее пустили к самцу. Еще вот отвечу сразу на второй вопрос, как проверить, что крольчиха покрыта. Если моя крольчиха, вот, как эта девчуля, ну то есть не покрыта, то есть она не сукрольна сейчас, то даже если она ему не будет даваться, то есть для покрытия, то она не издает никаких звуков. Ей параллельно, то есть нормально. А если вот сейчас она покроется, и чтобы подтвердить сукрольность, а на маленьком сроке вы не ощупаете крольчиху, потому что вы там ничего не нащупаете, можно проверить, только пустив ее к самцу на 7 день. На 7 день, если крольчиха не покрыта, то она спокойно покроется второй раз, потому что она опять придет в охоту. А если она покрыта, то она будет фыркать. Она будет фыркать, топать ногами и пищать. Вот таким способом проверяют на сукрольность крольчих на маленьком сроке. Ну, в общем, жужа не дается, поэтому мы не будем мучить Степу и заберем ее, потому что если она не хочет, ну, то есть она видно, что у нее... То есть, опять я заговариваюсь и сейчас отвечу на последний вопрос, как понять, что крольчиха в охоте. Нужно посмотреть на ее петлю. Петля во время охоты у крольчих набухшая и бордового цвета. Если крольчиха не в охоте, то петля маленькая, ну, то есть не опухшая и бледно-розового цвета. Так что все легко проверить и посмотреть. В общем, пока я вам рассказывал, ничего не происходит в клетке. Степа старается, но ничего не получается. Поэтому она не поднимает задние лапки. Ну, то есть не приподнимается. Поэтому с лучки, скорее всего, не произойдет. А чтоб не... Ну, то есть Степу не мучить, чтоб он не уставал, мы ее заберем. Ну, покрыл он одну крольчиху сегодня и хватит. Все, ничего не получается. Не будем мучить Степу. Заберем жужу. Вот так. Пусть еще денек посидит. Возможно, завтра утром все получится. Ну, все, ребят, пойдемте по другим делам. Сегодня был... Ну, сейчас подойдем к машине, я расскажу дальше. Вчера, да и вчера, говорю во вчерашнем видео, что Борька какой-то невеселый. Ну, вот, в общем, невеселье его прошло. Я ему вчера насыпал дробленки, а он не захотел ее есть, потому что у него было небольшое вздутие. Возможно, я его вчера перекормил дробленкой, и у него было несварение. Но к сегодняшнему дню все прошло. Он бок запал, и с Борькой все хорошо. Он опять стал такой дурной, агрессивный бычок. Дробленку я ему сегодня сыпал один раз, и сыпал немножко. Два килограмма, думаю, нужно немножко желудку отдохнуть, раз он стал вчера. Ну, вот так. В общем, а сейчас... В общем, набрал ведро пшеницы и залил его водой. Полное ведро пшеницы. Было чуть-чуть вот так неполное ведро. Залил полностью водой. Прошел час, и вода впиталась в зерно. Я долил еще воды, и ведро вот уже полное. То есть пшеничка разбухла. Завтра пересыплю его в мешок. В обычный, ну, то есть в обычный мешок из-под комбикорма. То есть зерно останется влажное в мешке, а лишней влаги не будет. И подержу в таком состоянии где-то денек. Возможно, даже на солнце, чтобы, ну, то есть было светло и попадали солнечные лучи. Мне кажется, что так зерно проклюнется быстрее. Но это попробую прорастить. Зерно для цыплят. Очень холодно уже. Уточки все собираются в кучу. Был сегодня... Я их брал в руки, они какие-то все легкие. Хотя едят много, но какие-то легкие. Поэтому сегодня съездил в город. Ну, вообще, я ездил по банке. У меня закончились банки, а мне нужно еще закрыть аджику. Вот именно сегодня я буду закрывать аджику. У нас продаются банки. Я взял в месте, где продаются бэушные. Но он говорит, сейчас бэушных нету, только новые. В общем, вот так в мешке продаются новые банки. Как он мне сказал, по 4 гривны. Это дешевле, чем на рынке, на 50%. Поэтому я взял. Они все хорошие, нет ни одного надкола на банке, но выглядят реально новыми. То есть, вот когда есть использованная банка, вот эта полоска вокруг, там где закрывается крышка, она всегда надколана. На эти же все целые. По 4 гривны. Это 160 гривен за 40 банок. А сдачи у него не было. Он мне дал 3 трехлитровые, которые по 15 гривен. А мне нужно еще закрыть томат. В общем, съездил по банке, купил же перец на аджику, который буду сегодня закрывать. И заехал в этаптеку, купил, часто спрашиваю, чем я глистую свою птицу. Я всегда говорю, что самым простым препаратом, потому что моя птица беспородная, и он очень хорошо работает. То есть, конечно, то, что птица беспородная, не влияет на наличие паразитов. В общем, я пользуюсь альбиндозолом. 10% Вот 130 гривен за полкилограмма. Это мне хватит на все село. То есть, здесь так много порошка, что мне хватит на очень долго. Его разбавляют 1 грамм на литр, поэтому здесь на 500 литров. 500 литров моя птица выпьет дней за, наверное, 20. Ну, я имею в виду куры и цыплята. Я хочу пропоить кур и цыплят. И, ну, и уток можно пропоить, но утки больше купаются. Не знаю, как получится, но попробую. Еще купил Бравофом. Это оксидета циклина гидрохлорид. То есть, хороший препарат. И это тоже пропою от разных болячек. Вот тут все в инструкции написано. Не буду сейчас вам перечитывать. Для всех видов птицы. 100 грамм. Тоже очень большая. Ну, то есть, упаковка. Взял 2 штуки. Мне хватит на всех. И взял еще АСД. Вторую фракцию. Это антисептик стимулятор. Очень хороший препарат. В общем, взял, тоже подаю цыплятам. Там вообще маленькая дозировка. Ну, в инструкции все написано. Если вы будете брать, можете почитать в интернете. И нашему Сильверу, который выболился, я уже рассказывал, вот купил такой лоток. Ну, то есть, туалет. И купил другой. Другой наполнитель. У нас был глиняный, который, когда намокает, прилипает ко всему лотку, его очень сложно отбереть. И этот раз я взял опилки. То есть, вот такие прессованные опилки. Попробуем, будет он в него ходить или нет. И, ну, уже сказал, купил перца на аджику. И хотел пойти рвать помидоры сам. Но тут приходит муж. О, муж. Дедушка жены. И говорит, что, типа, он мне нарвал 3 ведра помидор. За что ему большое спасибо. Поэтому мне на аджику нужно 4 килограмма или 5. Я точно не помню. Там все в рецепте записано. А у меня 3 ведра. Это намного больше. Поэтому те остальные перекручу на томат. И закрою как раз в те 3-х литровые банки, которые мне дали на сдачу. Так что, вот такие дела. Ну все, ребята. Если вы смотрите это видео. Бублик. Бублик. Если вы смотрите это видео, значит, я уже закрываю аджику. Да, Бублик? Ты мой хороший. Ты мой маленький. Такой Бублик. Тара тоже хочет погулять, да? А где Ваня? На том дворе, Ваня, да? В общем, вот такие дела, ребят. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.